И сегодня же во Франции подвели итоги парламентских выборов. Больше всего мандатов получит президентская партия вперед. Впрочем, у политсилы не столь большой перевес, как прогнозировали. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Историческое голосование, новая политическая эра, безусловный триумф. Всякими заголовками вышли сегодня французские газеты. Социалисты-республиканцы, которые чередовались у власти в течение десятилетий, утратили позиции. У них 44 и 131 место соответственно. В то время как центристам Макрона удалось заполучить 350. Хотя это меньше на четверть, чем неделю назад прогнозировали аналитики. Но больше, чем нужно для большинства в парламенте. Порог в 308 голосов они преодолели. Впервые в правящей партии будет порядка 40% женщин. Такое количество женщин приблизит Францию в Европейской лиге к скандинавским странам. Это большой скачок для страны. Во-вторых, возраст. Сейчас средний показатель 60 лет. Новая ассамблея значительно уменьшит эту цифру. И динамика действительно может измениться. Возможно, будет более дисциплинированный подход к заседаниям в комитетах. Ведь иногда мы видим полупустые залы. Макрон пообещал изменения и в вопросе финансирования партии. Ведь львиная часть бюджетных денег теперь окажется в распоряжении именно его политсилы. В то же время Марин Лёпен, которая весной сражалась с Макроном за пост президента, пообещала бороться за изменения избирательной системы с мажоратарной на пропорциональную, чтобы уравнять шансы всех политсил. Лёпен удалось попасть в парламент. Это была ее пятая попытка. Но национальный фронт получил всего 8 мест в ассамблее. И это при том, что во время президентской гонки в первом туре Лёпен отставал от Макрона всего на несколько процентов. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.